Всем привет! Я Дмитрий Леонтьев. И, как всегда, наши корреспонденты собрали для тебя самые интересные и актуальные новости. Это Универ Ньюс, и мы начинаем! Более сотни участников из 20 городов России обменялись опытом в сфере студенческих СМИ в рамках конференции «Точка зрения». Школьники попробовали себя в разных профессиях и пообщались с представителями разных вузов на выставки образования и карьера. Работа современной прессы не первый год вызывает споры, дискуссии и бурные обсуждения. И одновременно просто колоссальный интерес со стороны молодежи. Как подать материал так, чтобы он стал громкой новостью? Именно об этом говорят и показывают на 10-й юбилейной студенческой конференции. «Точка зрения». На месте событий побывала и наш корреспондент Аделя Шамилова. Кто в ответе за будущее российских СМИ, смотри в нашем следующем сюжете. Как известно, знаний много не бывает. Особенно для молодежи, на которую всегда возлагаются большие надежды. И такое мероприятие, как «Точка зрения», очередной раз ярко отвечает этой тенденции. И вот уже традиционно 6 апреля в стенах Казанского университета в одном из его красивейших залов стартовала 10-я юбилейная студенческая конференция. Мы ее начали проводить с 2008 года. И за это время представителями юбилейного общественного объединения ведущих в России обсуждали самые главные вопросы по разным направлениям. Ну, в частности, обучение, воспитание музыкоконтекста и баллонского процесса, роль в воспитании и формировании личности современного общества. В этом году участники встречи рассмотрели организацию информационной деятельности студенческих общественных объединений, работу студенческих СМИ, пресс-сопровождение мероприятий и реализацию студенческих медиапроектов. Способность преподнести любую новость интересно и читабельно – это не только талант, но и необходимый навык, с которым каждый из нас сталкивается ежедневно. Так отметил в своем приветственном слове директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. Пространство, которое нас окружает, оно медийное по факту. У каждого из вас, вам, они все медианосители перед вами, микрофоны, телефоны, которые давно уже не звонилки, а большие полнокровные медианосители. То есть жить без медиа окружения, без медиа среды мы сегодня не в состоянии. Соответственно, специалисты, которые должны эту медиа среду обслуживать, должны в ней находиться и как производители контента, и как те люди, которые манализируют, управляют. Однако привычными докладами и презентациями обойтись явно было бы сложно. Именно поэтому насыщенная программа конференции включила в себя знакомство с Универ-ТВ – ярким представителем студенческого телевидения. Вообще, я сразу подумала о нашем университете. Вот у нас тоже есть условия для того, чтобы снимать. У нас есть киностудия в СГУ. И вот интересно было посмотреть, как все это устроено в Казанском федеральном университете. Это что-то вообще очень интересное, очень яркое. Хочется все смотреть, пробыть здесь как можно больше и узнать тоже как можно больше. Здесь каждый будущий журналист смог познакомиться со структурой студенческого канала Универ-ТВ. Познали нелегкий труд сотрудников над созданием различных программ и ежедневных новостей для достижения одной общей цели. Чтобы телезрители канала изо дня в день узнавали обо всех событиях первыми. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ-Ньюс. Стать врачом или журналистом, инженером или спасателем. Школьники со всей Казани в рамках выставки «Образование и карьера» пробовали себя в разных профессиях и задавали представителям вузов интересующие вопросы. О самых интересных событиях с выставки расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» проходит 17-я специализированная выставка «Образование и карьера». Здесь будущие абитуриенты общаются с представителями различных вузов России. Узнают наиболее актуальную информацию о правилах поступления и получают консультацию по всем интересующим вопросам. Сотрудники Казанского федерального продемонстрировали школьникам оборудование и инструменты, которые находятся в Институте фундаментальной медицины и биологии. Это у нас симулятор эндоскопической хирургии, которая уже внедрена где-то в последние пяти лет у нашей республики, в России. С помощью него студенты могут пройти обучение по эндоскопической хирургии. Она практически бескромная, потом после операции там не остается никаких швов, оно непосредственно дешевле будет пациенту, если будет необходимость данной операции для него. Ведущие учебные заведения старались презентовать свои стенды как можно ярче и интереснее, а некоторые даже использовали виртуальные технологии. Представители учебных заведений рассказали о вузах, познакомили абитуриентов с факультетами и специальностями, а также описали специфику будущей профессии. А кто-то не только рассказал о востребованных профессиях, но и показал все на практике. Здесь школьники примерили на себя профессию телеведущего, инженера, спасателя, повара и других. У нас здесь представлено 9 площадок, это все 9 профессий, которые будут востребованы в будущем, которые входят в топ-25 профессий будущего. Чтобы не просто ребята, учащиеся до выпускных классов, ознакомились с профессией, но они на практике попробовали себя и узнали, что же из себя представляет такая профессия. Всего за 30 минут времени школьники узнали, как работать на камеру, собирать красивые букеты, печь блины и многое другое. На выставке особо интересующейся звездной тематикой могли рассмотреть созвездия малой и большой медведицы пояса Ориона и многого другого. Многолетняя выставка образования и карьера стала традиционным полезным мероприятием. Она помогает определиться школьникам с выбором будущей профессии. Анна Глазунова, Леонардо Валитяров, Универ Ньюс. 6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанской Федерального Университета состоялась научно-практическая конференция школьников «Юный лингвист». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанской Федерального Университета состоялась научно-практическая конференция школьников «Юный лингвист». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального Университета состоялась республиканская научно-практическая конференция для школьников «Юный лингвист». Это у нас уже шестая республиканская научно-практическая конференция для школьников, которая называется «Юный лингвист». И основная цель для того, чтобы подготовить талантливую молодежь в нашей республике, и именно молодежь, которая интересуется как иностранными языками, так и родными языками. Здесь родной язык и русский, и татарский язык. Всего на конференции представлены пять секций – сопоставительные языкознания, также секции в переводоведении и литературоведении. Принять участие в конференции приехали не только школьники Казани, но и учащиеся со всей республики. Заявок было очень много. Это более 200 заявок, но, конечно же, мы в рамках пяти секций не можем вместить такое количество участников. Мы отобрали только лучших. Знания иностранного языка повышают не только нашу культурную осведомленность и развивают речевой аппарат, но и помогают намного легче сориентироваться в другой стране и найти общий язык с иностранцами. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. В рамках Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» состоялась встреча со звездой эстрадной сцены Эльмирой Калимулиной. Мероприятие состоялось в штабе с участниками форума площадки территории архитектуры и искусства. Защита проектов в рамках Республиканского форума «Наш Татарстан» продолжается, но заочные и очные этапы для участников площадки территории архитектуры и искусства уже позади. В резиденции креативных индустрий состояла встреча с заслуженной артисткой Республики Татарстан, а главной наставницей форума Эльмирой Калимулиной. Площадка, которая дает возможность молодым людям заявить о себе, о своих планах, о своих креативных идеях. И здорово, что люди общаются, что они могут быть полезными друг другу. Кто-то раскрылся более интересно, кому-то нужно еще доработать свои планы. Но в принципе, каждая идея имеет свое зерно, которое обязательно прорастет и даст свои плоды. Главное не останавливаться. Встреча с участниками форума площадки территории архитектуры и искусства прошла довольно в теплой и домашней атмосфере. Эльмира Калимулина поделилась историей своего успеха, ответила на интересующие вопросы участников и дала несколько советов для реализации своих творческих идей. Мероприятие закончилось вручением почетных грамот участников форума «Наш Татарстан» и объявлением финалистов. Это проект музеев, татарские настольные игры, ремесла и фестиваль. Среди финалистов оказалась и студентка Казанского федерального университета Белла Чупашова со своим проектом «Музей рядом». Проект «Музей рядом» направлен на выведение музея на площадку социальных медиа. На сегодняшний день музей заинтересован в привлечении все большего числа посетителей, и в этом плане проект может помочь им в привлечении молодежной аудитории. Форум «Наш Татарстан» приобретает новые шаги и новые достижения. И одна из особенностей форума – обучение защиты своих креативных идей. Ведь самое главное – правильно преподнести ее. От этого зависит ваш успех. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универ Ньюс. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.